Народная славянская радио Добро пожаловать! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, я взяла, поехала туда Познакомилась с ним Поняла, что да, вот этот человек, наверное Мне интересно с ним И он мне даст то, что я ищу Ну и дальше продолжу За Андреем я так шла Поехала сначала на фестиваль На Ладогу Увидела людей, которые там Ряженых, да? Ряженых, да Сама стала рядиться Мне очень понравилось там танцевать Вообще танцевать очень люблю Хороводы водить слушать Царевича тогда, там был Жарпсица, который рассказывал о тех вещах, которые во мне так поднимались уже, чтобы как-то проявиться, наверное. А потом от него я уже увидела, что есть, они образуют этот центр. Буквица. Буквица, сейчас слово, да, здесь? Буквица, да. А вообще, как бы как на Андрея вышло, я буквица заинтересовалась, в принципе. Сайт школы буквица, да? Да, сайт школы буквица. И там вот я увидела объявление, что будет сессия слова. Я думаю, так, мне надо туда. Вообще, без каких-либо там переживаний, а как я туда, а почему, и просто собралась и поехала? Да, просто собралась и поехала. Так, что ты здесь увидела? Насколько это все оправдало твои ожидания? Насколько твой внутренний голос тебя не обманул? Ну, в первой сессии было по-разному. Я такая, по-разному, и глаза опустила. Ну, то есть у меня было внутреннее сопротивление на какие-то вещи. Я его... с ним работала, я не знаю, как это сказать. преодолевала, усваивала, рассматривала, разрабатывала. Да, то есть я понимала, что это что-то во мне цепляет, надо, значит, это как-то как-то измениться. И менялось. А вторая сессия все гораздо уже... Сейчас, подожди, подожди, подожди. Первая сессия прошла, тебя цепляло, ты вернулась домой, обновленная. И тут твои родичи сказали, матушка, где ты была? Было такое? Нет, не было. Почему? Потому что они уже привыкли, что я как бы... А, ну для них это норма, да? Понятно. То да, съездил сюда. Хорошо. Что я ищу, и что если я как бы чего-то хочу... То есть не удивило никого. Ладно, хорошо. Вообще ничего не заметили? Или все сказали, так что-то у тебя там по-другому как глазки смотрят? Я не знаю, это их, наверное, спросить. Вот, пропускаем. Приехала вторую, и тут... Что тут? Что, опять в борьбе противоположностей? Сейчас уже... Просто у меня получилось так, что перед этой сессией я была там тоже на... Ну я сама психолог, и постоянно такими занимаюсь, развиваюсь. И была на тренинге совсем недавно, который, в принципе, говорит о тех же самых вещах, но только другими кодами это зашифровано, что ли. С научной точки зрения, да? Да, да. Но к выводу, к которым приходят, они, в принципе, те же, к которым приходим мы здесь. Они называют это другими словами, но только это... Умничают, короче. Хорошо. А что, не хватало там, что ли? Нет, я не сюда. Я просто говорю про тех, которые умные люди. Ну там умные, образованные люди, у них какие-то корочки есть, дипломы, звания. Что, неужели там не хватало, если говорят, в принципе, то же самое? Ну, пускай другими словами, но о том же самое, приводит к тому же. Ну, вот когда мы сюда приехали, я просто сейчас хочу, например, сказать, да, вот у нас есть такой парень, Алексей, он рассказал о том, что все, ну, как не сказал, он очень хорошо и подробно, и очень так системно разложил то, что внутри я не могла пока собрать слова, что не важно, в принципе, где ты получаешь знания, важно, что ты с ними потом делаешь, как ты их складываешь, какая картина у тебя из этого всего получается. Я поняла, что, в принципе, я просто складываю знания, я там беру, как бы вот есть объем, от него есть плоскости, и просто я посмотрела, с одной плоскости на этот объем, с другой плоскости на этот объем, с третьей, и тогда я в этом объеме, я, ну, больше, ну, как бы оно у меня объемнее. Я не знаю. И обняла она необъятное, таким вот простым способом. В общем, встреча с людьми, не только с преподавателями, а с людьми, я так, насколько понял, намного более расширяет твои познания и кругозор, нежели просто в какой-то узконаправленной среде, где все умные, все такие правильные, да? Хорошо. Атмосфера какая здесь царит? Что здесь семья? Что здесь соратники? Ну, не пойми, такие ребята, на встречу какую-то непонятную пришли, просто повеселиться. Или как, или что? Ну, здесь уже родные люди. Как мало надо человеку. Один раз встретились, уже стали родными. Русский человек, да? Все свои. Один раз. Мы уже, сколько друг друга знаем, полгода. Ну, все семья, можно сказать, образовалась. Да, тут такое ощущение, что все родные, что все здесь не просто так, они как-то вот, как магнит притягивает железо, да? Как-то есть магнит, вот это слово, да? А мы к нему так собираемся во что-то. Преподавание здесь ведется на каких основах? По какому принципу? Ну, что, вот сели, просто достали ручки, бумажки, стали писать, приходит преподаватель, тычет, буква АЗ. Един, буква Богия. Не имеет. Стиль преподавания, это, наверное, как раз то, с чем я была не согласна в первой сессии. Я ждала вот этого, да, сейчас там садитесь, возьмете тетрадки, записываете, да, что я сейчас все расскажу. А тут встал Сергей и говорит, так, что вы чувствуете? Я такая, а что я чувствую? А что я должна почувствовать? Ну да, что-то типа такого. И это прям меня вот подняло на какую-то новую ступень. Я действительно вот раскрываю вот эту какую-то свою чувственность. Ты ломанула, да, и ты вышла за пределы, да? Да, 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 как-то вот это очень сильно меня раскрыло. И сейчас это просто я этим все больше и больше пользуюсь, и это все больше и больше как-то становится частью меня. То есть Сергей такой коварный учителем казался. Да ты от него ждешь одного, он тебе раз и другой совсем. Да, я сопротивлялась очень сильно. Ну с ним разве можно сопротивляться? Ну посмотрите на него, друзья мои, как с ним можно сопротивляться во всех мыслах этого слова. Не удалось тебе, короче, не та весовая категория. Не та весовая категория. Ладно, хорошо, хорошо. Ну и переходим к самому главному, что у нас вообще есть в наших беседах. Это пожелания нашим зрителям и радиослушателям. Что-то такого доброго, вечного, хорошего, чтобы душа развернулась. Ну любви. Куда-куда, в камеру, пожалуйста. Любви я желаю всем. Как-то. Ну говорю, сейчас я изменилась. Раньше бы я пожелала там познания, тролливали. А сейчас просто любви, наверное. В общем, никаких телевили, телитили, тролливали. Любовь, счастье, благополучие. Ну что ж, благодарю тебя за столь содержательную беседу, за такое яркое эмоционирование. Поделилась. Поделилась на самом деле. Такой в каждом рисунке солнце. Вот как раз это в данном случае. Желаю вам всего самого доброго, друзья мои. До новых встреч. Увидимся. Все нужно, все важно.